Поступил звонок от человека, который представился сотрудником банка и сообщил, что на мое имя изготовлена карта, куда мне ее доставить. На что я сказала, что я карту не заказывала, и человек встревоженным голосом сообщил мне, что таким образом, получается, мошенники украли мои данные и пытаются взять на меня кредитные карты и так далее. Он сказал, что сейчас он сообщит в банке, где у меня есть счета службы безопасности, что меня пытаются обмануть мошенники, и уже от них мне поступит звонок. Получается, после этого звонка моя бдительность была полностью усыплена, и когда мне поступил через 30 минут звонок от номера, который определился как страховой отдел, это был номер 8800, я полностью доверился этому человеку и думал, конечно, что я разговариваю с сотрудником банка. Человек мне спросил, какие у меня есть счета, какие на них суммы, и что их нужно застраховать, и он сейчас это сделает. Он сказал, что он ко мне закреплен, сейчас он со мной будет работать, самое главное, нужно обезопасить мои счета, а также найти мошенников среди сотрудников с банка. Он мне толком ничего не объясняет, сказал, что сейчас мне позвонит робот, я должна буду продиктовать ему номер карты и код с смс. Я как бы не знала, что последует за этим, но когда я это сделала, с моего счета были списаны деньги, он мне сказал, что счета, ваши деньги переведены на безопасный счет. Я полностью доверяла ему в этот момент, потому что он вел себя очень профессионально, как мне казалось. После этого он сказал, что мне нужно взять кредитные средства, сказал, что наши разговоры записываются, и поэтому потом у нас будет доказательство, что кредит брала не я, а это было сделано по инициативе банка. Он меня уверил, что все средства ко мне вернутся, что кредит на мне не будет висеть, что это просто такая вот манипуляция. Я оформил через приложение кредит, мне его одобрили, а потом он тоже мне сказал, что сейчас вам позвонит робот, вы сообщите ему коды, которые придут по смс. Я тоже не знала, что именно за этим последует, но за этим последовало списание этого кредита в размере 300 тысяч. Он мне сказал, что сейчас вам поступит, я сейчас направлю вам сотрудника банка, он позвонит вам по телефону, его подозревают в мошенничестве. Поэтому вы, пожалуйста, запомните все, что он говорит вам. Потом он сказал, ну вот сейчас мы идем с вами в отделение банка взять кредит. Поскольку было поздно, на следующий день мы пошли взять кредит. Он мотивировал это тем, что мне нужно исчерпать кредитный потенциал, чтобы мошенники не могли взять на меня кредит. Я правда в этот момент доверяла, он мне сказал, как бы ни в коем случае не выполняйте все сами, мы будем с вами на связи, разговор будет записываться. И как только я вам скажу заходить в отделение, вы это делаете, чтобы не было такого, что вы по своей инициативе берете кредит. Я взяла кредит, сняла его наличными средствами и перевела эти наличные средства на карты банка, который мне диктовал. Он сказал просто, что это тоже наш банк-партнер и нам нужно обезопасить эти средства именно на этих счетах. После этого он мне сказал, вы еще не выбрали свой кредитный потенциал, вам надо теперь пойти в банк и там взять кредит. Я подумал, дай-ка я проверю. Я позвонила по номеру 900, человек сказал мне, что нет такого сотрудника, нет. И перевел меня на другого специалиста, который сказал, что это мошенники. И после этого я пошла в полицию. Номер, с которого мне позвонили, который определился у меня в телефоне, как страховой отдел банка, я на самом деле в первый вечер его проверила на сайте. Такого номера не было. Мне поступали звонки, на самом деле, от него с разных номеров. Скорее всего, это должно было меня насторожить, но я на самом деле просто доверяла ему. И он говорил с такой вот интонацией срочности и опасности, что нам надо срочно что-то выполнять, срочно делать. Что я должна быть бдительной. Он говорил мне, какие действия могут совершать мошенники, чтобы я на это не велась. Он вел себя очень заботливо в отношении меня. Я думаю, что меня обезопасило бы, если бы я после первого его звонка просто остановила разговор. Потому что он не давал мне остановить разговор. Он говорит, сейчас мы с вами выполняем следующее действие. Если бы я остановила разговор и позвонила по номеру 900, который является бесплатным, то, конечно, я сразу бы выяснила, что это мошенники. То есть нужно было просто остановить с ним разговор, а он мне этого не давал делать. Он также сказал, мы завтра пойдем с вами в полицию, но тоже не дал времени это сделать. Он все время был со мной на связи. Когда вот поступают такие звонки, желательно кому-то об этом сказать. Поскольку я была одна, мне не с кем было посоветоваться, я была обманута. Но вообще я советую людям сообщить кому-то, ничего страшного. Эти вот мошенники, они просят никому не говорить. Но своим близким, самым близким вы сказать, конечно, можете. Специалисты банка никогда не попросят перевести деньги на безопасный счет. Они никогда не передают информацию посредством мессенджера WhatsApp. И, естественно, они никогда не просят брать кредиты. Никаких безопасных счетов не существует. Вот об этом нужно помнить. Продолжение следует...